Добрый день. И многих других гербов и флагов нашей Рязанской области. Очень приятно, что пришли к нам. Спасибо. Михаил Константинович, 22 августа в России отмечался День государственного флага Российской Федерации. Вообще хочется с вами поговорить об истории создания нашего флага и о этом событии как таковом. Насколько он значим для нашего общества сегодня. Ну, каждое общество нуждается в символах, которые его объединяют. По которым мы как бы опознаем, вот это свои, а это чужие. И насколько чужие нам доброжелательные или недоброжелательные. То есть, для этого служат как раз опознавательные знаки, гербы и флаги. То есть, в них основной смысл именно опознавательный знак, чтобы различать. Вот. И российский флаг, как вот ныне мы его употребляем, он не возник, он вернулся к нам в 1991 году после известного всем путча. 22 августа 1991 года по улицам Москвы огромная толпа людей пронесла просто гигантский флаг трех цветов белого, синего и красного. А над зданием Верховного Совета РСФСР тогда был поднят также флаг трехцветный. И он был личной собственностью помощника президента Ельцина Яковенко. Я просто прочитал в его мемуарах. И когда нужно было как-то обозначить свое отличие от Советского Союза, они нашли этот флаг и подняли его над этим зданием. И, собственно, вот это явление этого флага вновь российскому народу стало днем его, который стал нашим национальным праздником. А история флага достаточно давняя и неоднозначная. То есть, впервые вот эти цвета, белый, синий и красный, появились на флаге первого русского военного корабля «Орел», который был построен в тогда Рязанском селе Дединово, который ныне находится в Егоревском районе Московской области. И как он выглядел, никто точно не знает. Просто знает, что командир корабля «Бутлер» запросил белую, синюю и красную тофту. Из нее были пошиты огромные флаги. Большинство людей предполагают, что он имел крестовую форму. То есть, синий крест и углы заполнены белыми и красными цветами. Но этот корабль был основой Волгской флотилии. Он доплыл до Астрахани, где его благополучно соргали Стеньки Разина друзья. Но вторично он появляется уже в российской истории при Петре I, когда он, по-моему, в 1705 году, собственно, ручно начертил чертежик, состоящий из этих трех полосочек цветных. И когда люди начинают гадать, что бы эти значили полосы, очень просто – это цвета, обозначающие Россию, больше ничего. Когда им приписывают значение, там, вера, надежду, любовь, что-то еще такое, это каждый вправе гадать, это легенды. На самом деле, это цвета, по которым можно было корабль российский узнать издалека. Ведь дело в том, что флаг появился не как символ государства, поднимать его на флагштоках, где-то еще, а изначально принадлежность корабля. Потому что государства общались как? Морями. Подплывает к порту какой-то корабль, чей он, непонятно. И он поднимает флаг того государства, к которому он принадлежит. А в ту эпоху и искусственных красителей не было. Были естественные красители. И самые надежные были – синие и красные. Ну и белое полотно. И большинство флагов того времени состояли из белых, синих и красных цветов. Голландские, английские, французские. Сколько угодно можно посмотреть. Это самые распространенные цвета флагов вообще в мире. Но несколько позже был придуман Андреевский флаг для обозначения конкретно военных кораблей. И этот флаг – белый, синий, красный – стали называть коммерческим. Как бы уничижительное такое название. Он не коммерческий, он просто гражданский. Это для кораблей, не несущих вооружения, просто везущих с собой товары. И в любой порт он входил, и в любом порту именно эти цвета воспринимали как цвета России. Потому что с Андреевскими флагами в порты не входили. Андреевский флаг фоненный все-таки был. А потом у нас, когда появились наши красные полотнища, уже советские, оно же было у всех одинаковое. Просто на этих красных полотничках писались разные слова. РСФСР, ОССР и так далее, и тому подобное. И это сначала был партийный флаг. А поскольку власть принадлежала единой партии, вся территория обозначалась этим цветом. То, что власовцы в свое время в противовес этому взяли эти цвета, это нисколько не умаляет значение в истории вот этого бело-синего цвета. Ну, была такая история. Захотели люди его использовать для себя. Они не могли замарать цвета национального флага. Они как-то отчасти дискредитировали несколько употреблений. У людей появилось к нему негативное отношение. И потому, что как было негативное отношение к этому движению. Ведь гордость символами возникает не от того, что мы видим, какой он красивый. Она возникает от того, что мы гордимся страной. Если мы гордимся страной, мы гордимся ее символами. Почему у нас сейчас так много этих флагов, много очень двуглавых орлов на одежде, где только их не увидишь. Потому что люди хотят отметить, что они принадлежат к этой стране, которой они вправе гордиться. Гордость ведь должна сочетаться с пониманием того, чем ты пользуешься. И она должна сочетаться с уважением к символам. А вот этому нам нужно еще учиться очень сильно. Потому что во всех странах мира, где флаги уже давно, принято утром флаг перед зданием поднимать, а вечером либо на заходе солнца, либо не позже 20 часов вечера спускать его. Либо, если нет возможности спустить, например, на крыше. Подняли его, сложно спустить. Либо подсвечивают его. Для того, чтобы не болтался непонятного вида тряпочка. А чтобы было видно, что это такое. Вот недавно прошедшее, значит, празднование 70-летия Победы показало, вот мне лично показало, отсутствие все-таки уважения к символам. У нас, я не помню, уже лет 5, наверное, назад был принят закон федеральный о использовании копии знамени Победы, что оно должно использоваться конкретно в праздник. В прошлом году был принят областной закон еще, который, по-моему, излишен просто, потому что он повторяет то же самое, только еще требует от учреждений правительственных обязательно вывешивать флаг. И тоже написано было именно в день празднования. 13-го еще августа уже, через 3 месяца, я видел этот флаг копии знаний Победы на некоторых официальных учреждениях, которые в первую очередь именно должны показывать, давать пример, как использовать национальные символы. Тем более, что в законе о копии знамени Победы написано, он используется наравне с государственным флагом, значит, они приравнены по статусу, по своему значению. На своей практике мне приходилось в разных учреждениях, бывает видно, что люди не вполне понимают, и порядок размещения флагов. Поэтому вот в этом году, накануне 70-летия, мне пришлось писать специальную инструкцию, которая потом уже от лица правительства рассылалась во все учреждения, в каком порядке развешивать флаги, потому что все время путаница возникает. И больше того, люди хотят… У нас любят украшать вещи. И вот к этим флагам пришивают, например, золотую бахрому. Золотая бахрома – это символ знамени, знамя в единственном экземпляре. Это пошлость. Знаете, вот дома можно себе расшить что-нибудь бахромой. Хоть бисером. Да, пожалуйста. А вот этого не надо. Больше того, я сталкивался с тем, что накануне праздника 70-летия вместо государственного флага был вывешен триколор с изображением двухглавого орла. И даже с надписью «Россия». Вот триколор с изображением двухглавого орла – это президентский стандарт, который увешивается на корме судна, если на судно восходит президент. Это президентский флаг. Он может быть так в единственном экземпляре. Поэтому, я думаю, у нас еще предстоит долгий путь сожительства с нашим флагом, умение им пользоваться, умение его уважать. И тогда он станет, когда он станет нашим настоящим силом, как бы войдет нам внутрь, в практику нашу постоянно, то это будет, по-моему, лучше. Для нас, для всех. Воспитанием поколений нужно заниматься, чтобы знали, чтобы дети знали, чтобы понимали. Больше того, я считаю, что в первую очередь, на самом деле, нужно начинать в школах. Потому что мне приходилось там читать такие удивительные вещи на стендах. Что значит герб, что значит флаг. Я говорю, откуда вы это взяли? Мы прочитали в интернете. Но интернет – это такой склад информации, в которой нужно понимать, что ты хочешь оттуда получить. Поэтому, я думаю, вот мы сейчас в этом году, в минувшем году, мы поработали со всеми школами города Рязани. Если вы посмотрите, у всех на вывесках теперь герб города Рязани. Раньше там было что угодно. Герб Российской Федерации, книжки, еще что-то. Штандарт президентский опять же. Ну, штандартов не было, слава богу. Но флажки были. Теперь у нас предстоит такая же работа со школами муниципалитетов, уже районных. Потому что, поскольку у нас практически все районы имеют свои гербы и флаги, и поскольку эти школы принадлежат им, финансируются от них, то они должны быть обозначены символом того района, той власти, которая их окормляет. Я думаю, это постепенно становится на свои места. Это нельзя вот прям всем приказать выстроиться. Это долгая, иногда нудная работа. И она должна, я думаю, она должна осуществляться с взаимопониманием тех, кто хочет насадить эту культурную традицию, и тех, кто готов ее воспринять. Комплексно. Да, конечно. Спасибо вам большое, Михаил Константинович. Очень интересная беседа. Это была программа подробностей. Мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова